И у нас вторая пара, у нас Пётр Степанов, Дальневосточный федеральный округ и Борис Кыргызстана, Арген Жаргалбеков. Ну, Степанов и Борис Кыргалбеков встречаются, это группа, победа, и снова, снова, ну, сейчас крупным планом показывает старший тренер Республики по борьбе. И победил его ученик Пётр Степанов, Михаила Васильевича Иванова, вот только что он, вам показали крупным планом, это он сегодня отвечает. Да, ну, здесь классический приём Хабсагая. По борьбе Хабсагай, состояние нашего Хабсагая, ну, определённо во всех вузах работают тренера. Да, у нас сегодняшний более тяжёлый вес, 70 килограмм, здесь тоже борьба уже в группе А, финалисты. Выходы, 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 полуфинальные встречи Руслан Максимов, сборная команда Якутии, команда номер первая команда и представляющая вторую команду Азамат Ющенко. Ну, арбитром работает у нас гость из далёкой Индии, Навал Хишар. Ну, вот, да. Переднято международное соревнование, когда с арбитром работает независимый арбитр, да? Конечно. Здесь независимый арбитр в Индии, многократный чемпион Индии, семикратный чемпион Индии. Он ещё, вот, действующий спортсмен. В 2010 году он 60 килограмм среди ветеранов, в мировом первенстве, вот, среди ветеранов занимал вторые места. Ну, уже, как говорится, человек и тренируется, и тренируется. Вот, атака спортсмена красная, и действительно... Да, Руслан Максимов. Красивая победа у Руслана Максимова. Это Республика Саха. Первая команда. На взгляд, лёгкая такая победа, да? Но он подготовил, видите, он выдернул. И, да, вторым движением продолжение атаки. Сейчас у нас сегодня борец Казахстана, Бакатбек Кабдегали, и против него монгольский борец Махтулга Дарма Базар. Ну, монгольские спортсмены, вы все знаете, да и казахские спортсмены, они у этих народов, и у казахов, и у монголов есть свои национальные любимые виды борьбы. И все, с малых лет, с малых лет, ребята занимаются, все, и молодые люди, и мои ребята, школьники, все занимаются вот этим видом борьбы, как у нас в Республике Хабсагай тоже. И, естественно, да, потом они переходят в спортивную школу, и в спортивных школах некоторые занимаются борьбой дзюдо, самбо, больной борьбой, ну, греко-римской борьбой бы. Ну, виды борьбы очень много, но, тем не менее, это у каждого народа это достояние, это культурное наследие, и вот у нас таковым является наша борьба Хабсагай. Ну, маловажно добавить, немаловажно добавить, что Александр Николаевич Иванов, скорее всего, да, показывал, давние годы, 70-е годы, и Леонид Спиридонов пропагандировали свою борьбу, и они, борцы из Казахстана, показывают уверенную борьбу, так как в первом круге борец Казахстана одерживал победу, он в втором круге проиграл, сейчас имеет право бороться за бронзу. Ну, оба борца, как бы... Ну, достойные соперника, просто будем так, кратко, ребята очень внимательны сейчас в поражении, ну, как в первом круге, уже это третий круг борьбы, и, конечно, уже знают, что и одно поражение, все, они в тройку придеров, медалистов не будут, поэтому они понимают это, конечно, и борьба уйдет. Да, вот сейчас тренера, как говорят, перевод надо делить, потом подсекать, да, да, и, конечно, и тот, и другой, все, ну, оба хотят выиграть, но победителем-то должен определяться только один спортсмен, вот и естественно, очень. Ну, сейчас чуть-чуточку, минимальным счетом, перевес на один балл, впереди идет монгольский спортсмен. Вот, ребята, ногами-то неплохо работают, но, беда, они дзюдой, наверное, занимаются оба, занимались, поэтому очень близки, но сейчас... Да, и наши народные борьбы, народные борьбы, вот, Хапсагай, Курьез, монгольский Курьез, все они очень хорошо работают, чувствуют себя ногами. Спасейшки, зацепы, подножки... Да, перевод, да, очень классный перевод монгольского спортсмена, да, Мамбазара, Мохтулга, перевод. Мохтулга очень красиво перевел, сейчас, ну, нам сейчас покажут на повторе, видеозаписи, внимательно посмотрите, да, и он будет дальше бороться, ну, да, давайте поздравим, да, да, ну, еще впереди у него две, одна-две стрессы обязательно будет, сейчас посмотрим. Вот, за предплечье плотный захват, и показывает, да, и переводом. Перевел, вышел за спиной, и, конечно, защищается, уже коснулся руками, да. Да, и наш индийский борец Салимсад Хусейн Мулла, и Уральский федеральный округ, Рамзис Загидуллин, сейчас выйдут, а мы видим повтор, да. Да, Владимир Амосов, очень опытный судья, быстро определил, кто победил, кто первым коснулся. Конечно, тут иной раз переравных падения, очень сложно бывает определить, кто первым коснулся земли или мата, на данный момент мата, вот сейчас, крупным, Хусейн Мулла, вот красный, и Рамзис Загидуллин. Ну, тренер индийской сборной, очень внимательно своему ученику дает советы, внушает, вот, внушает, Внимание, внимание, чтобы не теряет, да, да, да. Рамзис Загидуллин, чемпион России. Ну, место нашли, синие, да. И вот началась, очень внимательные ребята, начали борьбу. Это не опасение друг от друга, это просто внимание, и сейчас они... И разведка. Да, маленькая разведка, что к чему. Оп-оп-оп, кто смотри, при сумбурных движениях, чуть-чуть, наоборот он, да. А, здесь оставил, да? Да, это я радость победе, действительно, татар, представитель Уральского федерального округа, очень хорошо, жесткий, крепкий, резкий парень. Он, перед атакой, он дернул его вниз под себя, и очень нужная победа, нужная победа. Как раз она сейчас нужна. И у нас, ну, как говорит Рамзис Загидуллин, является чемпионом России. Это, и здесь чувство ковра ему помогло, он, и вот, выдергивает за шею, оставляет своего соперника, борца с Индии. Да, под себя дернул, и все, вот, очень красиво, уверенно вывелся. Чуть-чуть. Да, терял свой, да? Да, терялся маленько. Да, равновесие-то. И он сам себя, вот, упрекнул в голову. И вот, да, вот, да, очень красиво. Вот, вот, борьба, вот, в Ковсагае, вот такие, не видные на глаз, вот, движения, они и есть приемы. Вот, в чем дело-то. Вот, иной раз иногда спрашивают, а что он делал? Да, да, какой прием провел? Ну, он дернул под себя, ну, просто так, можно сказать, определительно. Таяков Гордан, Туркмения, и Талаев Николай. А тут выход за ковер, уклонение, уклонение от борьбы, от приема. Ну, конечно, это наказуемо. Сейчас туркминский спортсмен одним баллом ведет встречу, и руками-то ничего работает, ничего, разбалтывает, все ждет, вот. Вот, видишь, оп, а это, это уже поражение, дорогие друзья. Я хотел как раз сказать, что... Полуатаки, полуатаки потерялся, вот, пользовался моментом спортсмена, и вот. Вот, Талаев Николай, уверенная победа, контрприем. Он ждал это, да. Да, ждал момента, понимал и ждал, да. Здесь момент, вот как раз в этот момент надо было... Чуть-чуть успокоиться, да, успокоиться. Вот, примечащая атака, и... Простой-простой примечащий, да. Ушел от вектора атаки, подвернул маленько ногой. Чуточку отошел от него вправо. Направление атаки. Да, да, да. Видишь, где-то он подготовился и показал, и он ногу специально ставил. Обозначил, хотел посередине, и вот он. Молодец, это... Правую сторону, а он прямо атаковал таки, пошел дальше до... До касания... До касания ковра, как бы. У нас четвертый круг, весовая категория 45 килограмм. И центральный, один из центральных схваток. Будет борьба... Северо-федеральный округ у нас. Сибирский федеральный округ. Представляет у нас вот тут Помушки. Один из лидеров этой весовой категории. И с ним Василий Сафронов. Вторая команда республика Саха. Ну, оба... У наших народов, и народа ТВ, и народа Саха, есть своя национальная борьба. И мальчики, конечно, очень с малых лет любят свою борьбу. И они, как говорится, готовы соперничать и противостоять друг перед другом. Как они будут, да, сейчас... Юрий Васильев разводит борцов по своим углам. Вот тут Камышку. Это сибирский федеральный округ ТВ. И чемпион этого округа. Да, да, да. Ну, туинских спортсменов мы очень хорошо знаем. У народа ТВ есть своя борьба. Где танцуют танец орла. Очень правильные стойки. Начинают борьбу. Отток Камышки. И контролирует. Заголову. И сейчас... Нашему Василию Сафронову надо предпринимать истинные приемы, да? Да, конечно. Он, Беков, который к нам... Секреты, которые мы знаем. Здесь можно и завернуть его. Но плотный захват. Попал плотный захват Василий. И... Посечкой была атака со стороны тувинского борца. В сложное положение находится Василий Сафронов. Но... Завязал тоже плотный захват. И да, второй попытки... Да. Подтекнул. Нет, это победа борца... Оттукок... Хомушки. Да, Хомушки. Очень уверенная победа. И захват головы, рука очень хорошо он чувствовал. И... Подтекать-то подтекал на спортсмену, но не получилось. Да, очень... Хомушки тоже подтекнул? Да. Вот сейчас посмотрим по вторе. Правой ногой сейчас... Загружает голова, плечи вот загружает. И вот... И вот подтекает. И вот он. За пятки. Вот очень красиво. Очень красивый бросок. Хомушки. Да. Здесь физическая сила борца из тувы сыграла очень хороший ролл. Он плотно захватил, просто сконтролировал верхнюю часть туловища. И за счет посечки выиграл. У нас уже борцы Арсен Кириллин, Дальневосточный федеральный округ и Ян Джисковский. Сборная команда Якутии, первая команда. Ну, будем сказать так, оба наши спортсмена. Ну, правда, Кириллин, да, прошел отбор занимать место, как говорится, в сборной команде федерального округа Дальневосточного. И вот он, сейчас красный перекос, Арсен Кириллин, выступает за Дальневосточный федеральный округ. Ну, и представитель команды Якутии, Джисковский Ян, он представитель первой команды Ресулька Саха. Ну, пока определенно конкретных действий нет друг друга, ребята неплохо знают, они сам местные у них, они тренируются. Ну, конечно, кто-то в каких-то соревнованиях они становятся то ли чемпионами, то ли вторыми, потому что, как обстоя иной раз, и постоянной победы иной раз не бывает очень сложно, потому что наша борьба, ну, как сказать, бывают вот такие броски или опармечивые движения, касания и, как говорится, очень сложно бывает одному и тому спортсмену в течение многих лет, месяца побеждать своих соперников. Бывает такое. Ну, конечно, вот. Но, тем не менее, хорошие хабсагаисты наши борцы, вот, передущее поколение наших спортсменов, это ветераны, нынешние ветераны хабсагаисты Петра Алексея, там, Максим Сибирякова, Захар Чукрова. Атака проводит. Ну, он был хороший спортсменок. Михаил доволен этим действием. Да, да, да. Ян Дисковский, да, Ян Дисковский проигрывал по предупреждениям, но в решающий момент поймал свой соперник Арсена Херидина. И очень нужную победу принес своей команде вон. В команде. Он, ну, представляет, он первую сборную команды, естественно, все внимание идет. Это уже борьба за выход, борьба будет группа Б, здесь за бронзу у нас борется. Три борца осталось, группа Б и монгольский борец Тенгиздархан Бояры, против него Стефанов Петр, Дальневосточный федеральный округ. И проход в ноги, да, и, да, уверен. Да, с проходом по обе ноги очень уверен был Петя, Петр Степанов. Да, он представляет Дальневосточный федеральный округ. Да, некоторые ребята, как мы уже сказали, выступают за сборную команды Дальневосточного федерального округа. И вот он, захватывая. Могненосная атака, да, скоростная атака, выдернул за шею, и обратное движение туловища вверх было, и спокойно вот ушел. И монгольский борец ничего не смог противопоставить. И у нас тоже группа Б весовая категория здесь будет... 70 килограмм. Да, да, да. А мы повтор. Красивую атаку можно смотреть несколько раз, да. Здесь можно подучиться движениям. И на ковре весовая категория до 70 килограмм. Монгольский спортсмен. Мухтулгадан Маабазар и против него Уральский федеральный округ Республика Татарстан. Загудилин Рамзис. Да, ребята очень жестко начали встречу. Прямо... О, на бедро не поймал. Ну, уже, видимо, свисток дадут. Дали, вот центр ковра, и первая атака спортсмена с синим трюкой. Ему один балл, по-моему, да. Есть. И вот захват за... Опа! Это уже чистая победа спортсмена. Сам подтел. Да, 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 да. Полу атаки, как говорится, ну... Да, монгольский разносторонний, да. Тут, помним, в первом круге он с засепом снаружи выиграл. А здесь вот более высокий, но сразу захват за колено. Он с уста правой ноги, и не давая покоя от защититься Загуддину, сбивает его чистая победа. Николай Талаев, Дальневосточный федеральный округ, и Азамат Ющенко. Сборная команда Республики Сахат. Вторая команда. Ющенко Азамат, первый тренер, у него Герасим Николаевич Дьяконов. Очень любит спорт, природу. А у нас... Николай Талдаев. Тренируется Платона Егоровича Савинова. Но он, как молодой человек, любит соцсети. Ну, это хобби, наверное, сказать. Да. Конечно, сейчас молодые ребята, школьники, вот в таком возрасте все очень интересуются различными занятиями. Они занимают, кто-то велосипедом занимает, кто-то игры любит. Вот такие... Два тренера, да? Абсолютно чемпион Станислав Абанасьев среди ветеранов. Ну, люди, да? Да, они средят своими воспитанниками, конечно. Болеют. Это надо. Ну... Тренерская мысль тоже передается, наверное? Естественно. Сложные ситуации. Всех там подскажут мимикой или криком, там, скажем, громко говорить тоже иногда надо. Не орать, не орать, а просто крикнуть. И, естественно, это естественно. Ну, и один из лучших наших спортсменов, тоже своего великого психоистов. Ну, у нас таких очень много. И всех говорить, это времени не хватит. Ну, Александра Конечникова надо подчеркнуть. Да, на нашем Хабсагае очень хороших спортсменов. Действительно показавших результат очень много. В середине Василия Стручкова, тренер России, например. Да, один на один. Или Андрей Яковлев, почетный ООП, почетный мастера спорта. В этой схватке уже половину отборолись. Минута 13 осталось, но разведка как-то у нас затянулась, да? Пора перейти к активным действиям. Тем более у вас спортсмены имеют по одному предупреждение. Ну, конкретно атаковать друг друга, бояться, видимо, бояться коснуться ковра. Да, но от поражения не надо бояться. Надо искать моменты, нужное время, нужно вместе проводить то или иное движение, прием, которое бы определило действительно победителя. Это заставить его коснуться или вообще упасть со всем телом. Ну, мозговая работа у ребят идет, вот ищет захвата Николай Талдаев. Судьи уже дали второе предупреждение. 25 секунд всего осталось бороться. Азамату, Азамату, Азамату сейчас проигрывает. И... И... Атакует... Да, выносит, да, выносит. Мне пока еще не удается. Ну... Девять секунд. И тут... Да... Вертушка своеобразная. Это круговые движения и победа одерживает. Ну, он, по-моему, за пределы круга вышел третий раз. И, естественно, третье предупреждение. Это... И в этих случаях правила очень жесткие. Они конкретные. Если он вышел третий раз, то обязательно наказывают. Весе на 100 грамм, 5 грамм, 5 грамм и 2, 7 грамм, а сколько трое. Да, это уже полуфинальная схватка. Весовая категория до 45 килограмм. Один и два лидера осталось у нас. И... Сибирский федеральный округ. Хомушко. Хомушко. Отток. Ну, представитель ТВ. И наш... Надежда Ян Десковский. И сборная команда первых. Первая сборная команды Республики Саха-Якутия. Ян Десковский. Вот у Винской спортсменов Туха Мушко представляет Сибирский федеральный округ. И представитель команды Саха-Якутия Ян Десковский. Ну, сейчас действительно определится. Это пятая встреча на сегодняшний день. В этой весовой категории до 45 килограмм. И вот атака спортсмена синим. Синий угол. Но не получилось. Очень боверимо, боверимо. О, смотрим, да, тренер. Головы, плечи. Приподнял. Комушку. Еще атаку. А-а-а-а. Да. Да. И вот победа. Поведа спортсмена. Василий Сафронов вышел в финал и ждет. Но здесь... Ну, тут сейчас... Просмотр, да? Просмотр сейчас, наверное. Сейчас. Да, просмотр. Что-то... Что-то... Да, это... Здесь неспортивное поведение тоже наказывается. Осторожно над этим. Надо свой характер чуть-чуть переезжать. Конечно. Передержать. Это определенно в любых мероприятиях. Да. Культура поведения должно быть. Да. Смотрим повтор. Сейчас идет повторный показ спортсменов сейчас. Залокает. То, как... Вот это атака. Вот теперь... Проход бедно. Да, начинается бросок. Начинается бросок. И вот, да. И вот тут уже определенно первым коснулся... Да, очень сложно было определить, да, судьям. Да. Но здесь судья сразу определил победителя. Да. Арбитр на ковре. Отток Комушку. Заходит финал. Да. Севильский федеральный округ. Он представляет школу борьбы Тэбы. Да. Очень уверенная победа. Вот победитель, да, красивый парень Очень борцовского вида Представитель ТВ Федеральный округ И почти Танис Орла Да, Танис Орла Красиво Это у ТВ народа Очень распространенный Благодарность Благодарность народу, болельщикам В борьбе, да Добрый день, дорогие телезрители Финальная часть Представляет НВК Национальная вещательная компания ЦАХА Центр подготовки Триумф Шестые международные спортивные игры Дети Азия Борьба Хабсагай Финалы Дорогие друзья, добрый день Перед вами сейчас как раз Входит в торжественном Радостном Лиховании Чемпион весовой категории До 45 килограммов Победе Азия Победе Хабсагай Отту Хамушко Северский федеральный округ Представляющий Республику Тыва И перед вами он показал нам танец Орла, победившего победителя, танец Орла. И вот как раз мы видим на видеозаписи в Апторе, очень прекрасно, очень красиво танцевал. Это в Тувинской национальной борьбе всегда танцуют танец Орла. И финальные схватки весовой категории до 45 килограмм. На ковер вышли Сафронов Василий, сборная команда Якутии, вторая команда и Десковский Аян. Ребята, это представители сборной команды, вторая и первая команды республики. И борьба идет за распределение медалей серебряной пробы. И проигравщий, конечно, достанется, удостоится бронзовой награде. А вот, как мы сказали, и вот очень быстрая, хорошая победа Василия Сафронова. И он, что такое, что-то неизвестно, непонятно. Сейчас посмотрим, пока подождем, чуть поспешим, видать. Но арбитр показывает, что победил борец красного угла. Это значит Василий Сафронов, но тут... Василий сам настаивает на фишку. Ну, не знаю, как будет. Сейчас просмотр будет. А пока, дорогие друзья, вечерняя часть, финальная часть наших спортсменов. Сейчас первая пара весовой категории 45 килограммов. Последствии 55 и 70 килограммов. Будут полотцы. Да, схватка продолжается по решению судейской коллегии. Борьба 3 минуты. Осталось 2 минуты 25 секунд. За выход за ковер. Один балл. Один балл заработал Сафронов Василий. Да, там никакой касания не было, говорят. Поэтому борьба продолжается. Сафронов Василий тренируется под руководством Миримеева Семена Григорьевича. Он представляет сегодня вторую команду нашей республики. И перед ним грозный соперник Ян Дисковский. Личный тренер Александр Николаевич Михайлов. Ян является лидером сборной команды Саха Якутия. Да, Ян Яшковский представляет команду номер один. Естественно, он лучший в первой команде. За счеты дает. И, видимо, в последние дни подготовки он показал себя только с хорошей стороны. И вот его включили в состав первой сборной команды республики. Но Василий Сапронов, представитель сборной команды номер два, пока ведет... Ну, сейчас один-один уже. Один-один уже. И чуточку вперед. Выходит Ян. Ян выходит. Но это если в этом случае, переравном случае предупреждения баллов, закончится борьба. Но пока до конца поединка есть время. Есть время, поэтому мы думаем действительнее определиться победителем броском. Вязкая борьба. Полторы минуты ребята боролись в плотном захвате. Сейчас Сафронов Василий пытается выдернуть соперника, но одна только заступает в пассивную зону одной ногой. Это не карается в Хапсагае. И вперед все Дисковский. Осталось 24 секунды. Активизировался Василий Сафронов. Но он пока проигрывает, поэтому ведет активную борьбу, но чуточку, мне кажется, спортсильный показывается Дисковский. Он задергает. Но орбитр международной категории из Монголии он решит. Но сейчас уже время идет. По-моему, и время нет. Времени нету. Серебряные медали шестых международных спортивных игр Дети Азии борьбе Хапсагаев весовой категории до 45 килограмм.